Приветствую вас, дорогая молодежь, дорогие братья и сестры. Прежде чем обратиться к Священному Писанию и начать свою проповедь, я хотел бы представиться. Зовут меня Борис Щербина. Живу я в штате Пенсильвания на противоположном берегу, город Филадельфия, в окрестностях города Филадельфия. Я женат, по милости Господней, у меня очень хорошая жена. У нас шестеро деток. Мы сюда приехали. Я взял с собой в эту поездку старшего сына. Он тоже присутствует здесь на молодежном собрании. Чтобы он побыл, посмотрел на вашу молодежь, возможно, с кем-то познакомился и завел новых друзей. И для меня это великое благословение, великая честь быть вместе с вами, проповедовать Слово Божие и вместе с вами размышлять об очень важных вопросах. Бог позволил мне совершать служение пресвитером в нашей поместной церкви. И, по милости Божией, я был приглашен для того, чтобы поучаствовать на вашей конференции. Только что Господь, я извиняюсь, только что хор пропел пение «Будь превознесен». Я вспомнил текст Священного Писания, который записан в послании к филиппийцам, 2 глава. Я прочитаю этот текст, 9 и 10 стих. «Посему и Бог превознес его, речь идет об Иисусе Христе, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних». Братья и сестры, мы сегодня в первой проповеди слушали о спасении, и очень хороший вопрос прозвучал – спасен ли ты? Этот вопрос адресован сегодня каждому человеку. И во время проповеди я вспомнил также и свою жизнь. Я родился в неверующей семье, и до 21 года практически ничего не слышал о Боге. Затем чудом я попал в церковь вместе со своим другом, который был очень ищущий человек, и он меня постоянно тянул за собой, мы попали в церковь, начал читать Священное Писание и осознал свою нужду в Боге. И этот стих Священного Писания говорит, что придет время, обязательно придет, когда пред именем Иисуса преклонится всякое колено, абсолютно всякое. Сгибаются колени или не сгибаются у пожилых людей, младенцы, взрослые люди, абсолютно все люди преклонятся пред именем Иисуса Христа. И здесь сказано о небесных, о земных и о преисподних. Вопрос только в том, братья и сестры, где буду я и вы, когда мы преклонимся пред Иисусом? Буду ли я со спасенными людьми в небесах, или, не дай Бог, кто-то преклонится пред Иисусом Христом в преисподней, обязательно преклонится. И пока мы земные люди, пока мы живем здесь на земле, у нас есть выбор определить для себя место поклонения Иисусу Христу. Не просто одного поклонения или одного собрания, место поклонения вечности. Где я буду поклоняться Богу моему? В небесных, вместе со спасенными, или я поклонюсь Ему, но в преисподней. Пусть нас в этом Господь благословит, чтобы мы ответили для себя на этот вопрос. Кто знает ответ на этот вопрос, чтобы утвердился. Кто еще не знает, чтобы за это время, пока мы здесь находимся в этом общении, все-таки найти этот ответ, определиться. И благословил бы нас Господь, чтобы мы преклонились пред Иисусом Христом в небесных. И вот, когда мне был 21 год, я принял это решение. Я попросил у Иисуса Христа прощения, затем через время принял крещение. Господь меня благословил, я обрел новую семью, новых друзей, я обрел новую жизнь, но самое главное, я обрел новую будущность. Я спасенный человек. Я служу Господу моему Иисусу Христу, радуюсь от этого, и хочу, чтобы эту радость имели все присутствующие в нашем зале. Итак, братья и сестры, я буду сегодня проповедовать об оправдании верой. Но прежде чем прочитать текст Священного Писания, я хотел бы еще сказать несколько слов. Уже от нескольких людей я слышал интересное свидетельство, что в Германии, в Европе, в городе во Франкфурте на Мане есть очень интересный музей. Их там, правда, несколько интересных. Один из этих интересных музеев – это музей лжи. И я читал информацию об этом музее, как мы слышали сегодня, когда-то было крушение Титаника, и вот в этом музее есть крики людей, которые погибали на этом корабле. Но это не настоящие крики, они не были записаны, потому что это музей просто-напросто лжи. Там много таких интересных вещей, и, по-моему, на входе в этот музей написано «Не верь своим глазам и не верь своим ушам», как предупреждение. Но вот в этом музее, вернее, в этом городе есть еще один интересный музей – это музей слепоты. И люди, которые там побывали, я слышал их свидетельство о том, что когда ты попал в этот музей, то ты прочувствовал на себе, что ощущают люди, находящиеся в полной темноте, это люди незрячие или люди слепые. Когда ты попадаешь в этот музей, ты должен оставить все вещи, которые могут излучать хотя бы какой-то свет. Тебя заводят в абсолютно темное помещение, и, не имея даже никаких специальных приборов, ты абсолютно ничего там не видишь в этом музее. И в этом музее есть разные комнаты, и в этих комнатах сымитированы обстоятельства, в которые попадают люди, не имеющие зрения. В одной из комнат ты попадаешь в оживленную улицу, где ездят машины, где проходят люди, и ты чувствуешь то, что чувствует незрячий человек, когда приближается машина, он слышит звук машины, и она проезжает, может быть, в нескольких сантиметрах, или рядом проходят люди, или когда ты попадаешь в магазин или в кафе, и ты не можешь ничего видеть, все, что у тебя есть, это возможность что-то потрогать и пощупать. И вот люди, которые были в этом музее, говорят, что это очень сильное впечатление от посещения этого музея. И мне даже есть желание такое, если даст Бог жизни, когда-нибудь побыть в этой стране, обязательно попасть в этот музей, чтобы посмотреть и побывать в этом музее. Но когда я об этом подумал, мне такая мысль пришла, вот нашелся бы такой человек, или, возможно, группа людей, которые бы сделали музей Библии. Что это за музей? Ну, скажем, сделали бы такой музей, я думаю, он должен состоять из многих зданий, и побывав в этом музее, или в каждом здании, человек мог бы окунуться в атмосферу, когда были написаны тексты Священного Писания. Чтобы там при помощи каких-то, может быть, устройств, или стендов, или современных технологий, человек, не читающий Священное Писание, окунулся бы в атмосферу, когда было написано Священное Писание, и услышал бы то сообщение, которое Бог вложил в свое слово. И вот, представляя себе такой воображаемый музей, я думаю, что это было бы грандиозная какая-то постройка, строение на огромной территории, потому что я побывал в одном музее, музей творения, который из двух частей состоит. Один из проектов — это Ковчег, это возле города Синциннати. Второй из проектов — это музей сотворения, где пытаются при помощи вот этих экспонатов передать красоту Божьего творения, и впечатления лично у меня огромнейшие и сильнейшие от посещения этого музея. Но если бы мы с вами попали в музей этой Библии, там было бы, наверное, две территории. Территория Ветхого Завета и территория Нового Завета. И если предположить, что каждой книге Ветхого Завета соответствует какое-то здание или строение, то на территории Ветхого Завета сколько было бы зданий, братья и сестры? Кто помнит? 49 по числу книг Ветхого Завета, а на территории Нового Завета 27 мне подсказывают, по количеству книг Нового Завета. И вот если бы мы с вами попали... 39, благодарю за подсказку, я ошибся, извините, пожалуйста. То есть 39 зданий на территории Ветхого Завета и 27 зданий на территории Нового Завета по количеству книг. И если бы мы попали на территорию этого Нового Завета, там, конечно же, были бы такие четыре башни, это четыре Евангелия, повествующие о жизни Иисуса Христа, строение, которое бы рассказывало в книге «Деяний святых апостолов» о зарождении церкви, о развитии церкви. И каждой книге соответствовало бы какое-то здание, войдя в это здание, можно было бы полностью окунуться в атмосферу того времени. Я буду читать текст из послания к римлянам, и если бы мы с вами попали вот в это здание, посвященное посланию к римлянам, то там бы было, я думаю, тоже два таких раздела или два направления, потому что в послании к римлянам есть богословский раздел и есть практический раздел. Вас не пугает слово «богословский», братья и сестры? Нет? Есть среди нас богословы, которые занимаются постоянным изучением Священного Писания. Я помню такой пример, однажды маленький мальчик, ну, может быть, не совсем маленький, вышел на благовесие и раздавал трактаты проходящим людям, говорил о том, что каждый человек грешник и нуждается в Спасителе. И он дал трактатик одному человеку, человек взял, посмотрел, говорит, мальчик, а зачем мне этот трактат? Я богослов. А мальчик говорит, ничего, дядя, Бог и этот грех прощает. Поэтому не бойтесь этого слова. Богословие — это изучение Священного Писания, и вот в послании к римлянам есть этот богословский раздел. Это первые 11 глав этой замечательной книги. И в этом богословском разделе заключена благая весть, адресованная лично к человеку. Это первые 8 глав. И благая весть, адресованная многим народом, это еще 3 главы. Всего 11 глав. И вот благая весть для человека, это первые 8 глав, заключена в трех вещах, братья и сестры. Благая весть для каждого человека, находящегося в этом зале или живущего за пределами этого зала во всей вселенной, заключена в трех вещах. Это три раздела вот этой богословской части книги «Послание к римлянам». Первая часть — это осуждение. Эта часть начинается с 1 главы 18 стиха и продолжается до 3 главы 21 стиха. Римлянам 1, 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Братья и сестры, благая весть для каждого из нас начинается с осуждения. Вам придется поверить мне на слово или довериться Библии, тот, кто мало ее читает, но Священное Писание говорит, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. И если кто-то думает, что он не такой уж плохой человек и Бог, глядя на вас, все-таки помилует вас благодаря тому добру, которое есть в вас, вам нужно вновь и вновь читать послание к римлянам первые 3 главы для того, чтобы прийти к определению или к выводу, который сказал апостол Павел. «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом». Это записано Римлянам 3, 9. И все, что написано впереди, это доказательство того, что все люди без исключения находятся под грехом. То есть это осуждение. И обычно, когда человек осужден, когда он пойман или доказана его вина, после этого идет наказание. За осуждением следует наказание. Но вот благая весть, адресованная человеку, говорит о том, что после осуждения Бог предлагает оправдание. Братья и сестры, оправдание. Об этом говорит вторая часть послания к римлянам. Это отрывок с 3 главы 21 стиха по 5 главу 21 стих. То есть Бог предлагает оправдание каждому человеку. То есть если нам предположить, что послание к римлянам в этом музее воображаемом это ряд каких-то комнат, то сначала мы попадаем в одну комнату, название которой осуждение. Из нее есть выход, который дальше ведет в комнату под названием оправдание. И нужно согласиться опять-таки с апостолом Павлом, который в 5 главе первым стихом говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем...» Что мы имеем, братья и сестры? Мы имеем мир с Богом. То есть Писание говорит, что после осуждения идет оправдание. И третий раздел этой благой вести это отрывок 6, 7 и 8 глава, которые говорят об освящении. Об освящении. И апостол Павел в римлянам 6 главе в начале этого раздела говорит, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? И сам отвечает, «Никак». Человек, получивший оправдание после того, как признал себя грешником перед свистым и праведным Богом, получив оправдание, не должен оставаться во грехе, не должен примиряться с грехом, не должен жить со грехом, но он должен прилагать старания и усилия, имея Божью благодать для того, чтобы побеждать грех. Итак, этот раздел, который называется «Освящение», говорит нам о том, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Это послание к римлянам, 8 глава, 1 сих. Итак, осуждение, оправдание и освящение. Я же должен вам сказать еще несколько слов именно об оправдании. Я прочитаю текст Священного Писания, послание к римлянам, буду читать 3 главу с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим, верующего в Иисуса». Братья и сестры, этот отрывок, я думаю, тяжело воспринять на слух. Для того, чтобы понять всю глубину этого отрывка, нужно читать его, читать много раз и молитвенно размышлять о том, что говорит здесь нам Священное Писание. Потому что здесь затронуты разные темы. Из всего этого отрывка я хотел бы обратить внимание всего лишь на два момента, на два слова. Сначала я хочу говорить об оправдании, и затем я хочу вам сказать о вере, благодаря которой мы с вами получаем оправдание. Итак, всего два момента. Оправдание и оправдание по вере. В этом отрывке часто встречается выражение «правда Божия». Что такое «правда Божия»? Нужно сказать, что здесь под словом «правда Божия» подразумевается «праведность Божия». Но интересный очень аспект этой праведности имеется в виду оправдание, которое совершает Бог. То есть мы с вами понимаем, что Бог святой и праведный, но здесь под словом «правда» и «праведность» имеется не святость и праведность самого Бога, а именно ее такой вот узкий аспект – это оправдание, которое Он совершает в нас. И в чем же заключено оправдание, совершаемое Богом в нашей жизни? Я отмечу три момента Божьего оправдания, которое совершается в нашей жизни. Самое первое – это прощение грехов. Братья и сестры, мы с вами рождаемся в этот мир грешниками. И затем, имея в самих себе грех, живя в этой жизни, мы делаем разные грехи. Мы не становимся грешниками из-за того, что мы делаем грех на протяжении своей жизни и затем приходим к состоянию греховности. Не так происходит в нашей жизни. Мы рождаемся в этот мир грешниками, и эта греховность толкает нас на то, чтобы мы делали с вами грехи. Так вот, оправдание Божье заключено в прощении грехов. Из этого отрывка, третья глава, я обращаю внимание на 25 стих. Для показания правды его в прощении грехов. Бог прощает грехи. Для человека неверующего нет такого греха, который Бог не смог бы простить. Крова Иисуса очищает нас от всякого греха, и в этом наше спасение. Луки 1, глава 77 стих говорят о словах Захарии, которые он сказал, когда у него родился сын Иоанн. Его задача была в том, чтобы дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. В прощении грехов является праведность и оправдание Божье, и в этом наше с вами спасение. Евреям 10, 18, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них, потому что совершилось прощение. Итак, первый аспект праведности и оправдания Божье это прощение грехов. Второе, это невиновность и праведность как состояние. То есть, прощение только лишь освобождает от вины, а оправдание приписывает человеку праведность. Я хочу еще напомнить из этого же отрывка, который я прочитал, 3 глава 26 стих, сказано об Иисусе Христе, «Доявится он праведным и оправдывающим». Что это значит? Помимо того, что Бог прощает все грехи, сделанные в нашей жизни, Он еще изменяет наше положение по отношению к Богу. Потому что прощение, как я сказал, лишь освобождает от вины, а оправдание делает человека праведным. И человек получает возможность находиться в присутствии Божьем без осуждения. Бог абсолютно свят. В Боге нет никакого зла и никакой нечистоты. Человек грешен. И человек не может находиться в присутствии Святого Бога, потому что праведность и святость Божья должна истребить греховного человека. Но человек оправданный, получая помимо прощения всех своих грехов, меняется его положение перед Богом, и он становится праведным человеком. И третий момент, который можно сказать об оправдании или о праведности Божьей, мы получаем с вами способность жить праведно. Текст Священного Писания из этого отрывка, 3 глава, 26 стих, начало этого стиха сказано «к показанию правды Его в настоящее время». Пока мы с вами живем на этой земле, для нас это настоящее время. И задача Бога – показать нам силу свою в нашей повседневной жизни, что пройдя через это осуждение и попав под действие Божьей благодати, получив оправдание от Него, мы имеем с вами не только лишь прощение наших грехов, не только изменение нашего положения и состояние перед Богом, мы имеем с вами еще силу и благодать дальше не делать греха и жить святой, праведной и победной жизнью. Вот в этом отношении слово «праведность» является синонимом слова «спасение». То есть праведный человек, побеждающий человек, борящийся со грехом и одерживающий победу – это человек спасенный. И праведность и спасение в этом плане – они неотделимы от Бога. Неправильное понимание, которое существует и очень часто распространено в наше время – это то, что спасение и праведность не взаимосвязаны. Да, я покаялся перед Богом, Бог простил все мои грехи, Бог меня спас, а дальше не так уж и принципиально, как я живу. Главное, что я получил спасение, но Священное Писание говорит нам о том, что, получив прощение грехов, изменив наше положение перед Богом, Бог желает, чтобы мы с вами дальше жили праведной и победной жизнью. Итак, правда Божия заключена или праведность Божия в прощении грехов, она заключена в оправдании и она заключена в способности жить праведной, святой жизнью перед Богом. И пусть нас Господь в этом благословит, чтобы, находясь сегодня и завтра, мы с вами ответили на этот вопрос. Являюсь ли я человеком праведным перед Богом? Да, я получил прощение грехов, да, поменялось мое положение, но имею ли я от Бога силу и благодать теперь это спасение воплощать в жизнь и жить по слову, одерживать победу и быть угодным Богу человеком? И второй момент, о котором я хотел бы еще сказать, что вот это оправдание, даруемое Богом, которое мы получаем благодаря милости Божьей, не по нашим заслугам, не потому, что мы с вами люди добрые или хорошие, нет, не поэтому, потому что Бог наш исключительно благой, святой, совершенный, только лишь поэтому мы получаем с вами оправдание в нашей жизни, но мы это оправдание получаем верою. Я хотел бы еще сказать несколько слов о том, что такое вера. Часто об этом мы размышляем, проповедуем. Священное Писание говорит нам свое определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но я хотел бы еще на два аспекта веры обратить внимание. Итак, первое, что я хотел бы сказать, вера в еврейском языке, на котором написан Ветхий Завет, или в греческом языке, на котором написан Новый Завет, имеет очень интересную особенность. Значение слова вера – это иметь опору не в себе, а вне себя. Что это значит? Иметь опору не в себе, а в чем-то или в ком-то вне себя. То есть этот принцип применим не только к вере в Бога. Иногда мы людей, не знающих спасения, называем неверующими людьми. Но это не совсем так, потому что даже люди, не знающие Иисуса Христа, они все равно во что-то или в кого-то верят. С вопросом веры мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Ну представьте, скажем, у меня заболел зуб. Куда я обычно иду? И вы тоже. К стоматологу. Нужно идти к донтисту. Но когда мы приходим к стоматологу, кто-то этого очень сильно боится, это неприятные ощущения лично для меня. Но я понимаю, что нужно идти, потому что есть какая-то проблема. И вот он достает свои инструменты, делает свою работу. И сидя в кресле, я же не достаю из всех карманов какие-то медицинские справочники. Не начинаю сверять, какие инструменты у него лежат на столе. И не начинаю проверять, должен он работать этими инструментами или не должен. Я не даю ему никаких подсказок, указаний. Я не проверяю его работу. Я просто сел в кресло и доверился его опыту и тому, что он сделает. И это есть вера. Опора не в себе, не в своих знаниях, а перенесение этой опоры на другого человека. То же самое касается в разных сферах жизни. Вызываю ли я какого-то контрактора сделать работу в моем доме? Или же я еду к автомеханику? В этих вопросах я проявляю веру или же доверие. Так вот, перенесение опоры из себя вне себя – это вера. И это очень хорошо действует в вопросе веры и доверия нашему Богу и Спасителю. В этом разделе оправдания, о котором я сказал, который начинается в 3 главе, 21 стихом, и дальше продолжается до конца 5 главы, есть 4 глава. Это практически пример веры Авраама, человека Божия, которому была вменена праведность по вере, хотя он жил задолго-долго лет до того времени, когда это было написано и провозглашено апостолом Павлом. И вот в жизни Авраама были интересные моменты. Бог обещал ему, что у него будет дитя. Или вернее, Бог обещал ему, что у него будет множество потомков, но у него не было сына, у него не было наследника. И что происходит? Это обетование не исполнилось в жизни Авраама до тех пор, пока у него была надежда на свои силы и на себя. Вы помните, что произошло с Авраамом? Время шло, наследника у него нету, и он решает этот вопрос человеческими силами, или ставит опору внутри себя. Служанка делается его женою, и у него рождается сын. Он был отцом этого сына, но его жена не была матерью этого сына. Проходит время, у него еще есть возможность иметь детей, как у человека, хоть и пожилого. Затем приходит такой момент, когда ни он, ни жена по своим физиологическим способностям детей иметь не могут. И ему приходит Господь и говорит, у тебя будет множество потомков, у тебя будет множество наследников. И Авраам видит, что сам своими силами он это уже исполнить не может. И вот тогда, в тот момент, когда в нем нет никакой опоры, он доверяется Слову Господню, и через время у него является, или у него рождается сын. Это дитя обетования. И затем, когда Бог обращается к Аврааму, 22 глава, 2 стих, и говорит, возьми сына твоего, какого, помните, братья и сестры? Единственного твоего. А у него же два сына. А в глазах Божьих у него один единственный сын, потому что один это сын обетования, а второй это незаконно рожденный. И Господь смотрит на него и говорит, у тебя один сын, у тебя единственный, и признает за истинного сына только того, который родился по обетованию. Возьми сына твоего, которого ты любишь, и принеси его в жертву. Вот когда происходит перемещение этой опоры из себя на кого-то или на что-то другое. Знаете, братья и сестры, мы с этим моментом встречаемся с вами постоянно в нашей жизни. Чуть-чуть сложный вопрос, но я попытаюсь его объяснить. Вот посмотрите, здесь стоит колонна. Если бы у меня была такая возможность эту колонну перенести и поставить вот здесь, вот посредине этой сцены. Благодаря чему стояла бы эта колонна? У нее есть какая-то опора, это высокое сооружение, но оно бы стояло, если бы его аккуратненько поставить здесь на месте. С точки зрения физики, с точки зрения физики, эта колонна стояла бы до тех пор, пока линия, проведенная внутри колонны, где-то вот здесь, или если будет видно для зала, вот здесь, в центре этой колонны, она находится внутри самой колонны, вот эта линия. Но если бы я эту колонну наклонил, так, чтобы линия, проходящая через центр тяжести, переместилась за основание этой колонны, эта колонна обязательно бы упала, если бы ее кто-то другой не поддержал. Понимаете суть вопроса? Колонна стоит ровно, затем ее наклоняют до определенного момента, и если ее не поддержать, из-за того, что линия сместилась, она бы упала. Это происходит постоянно в нашей жизни, когда мы с вами ходим или бегаем. Вот если я стою ровно, я никуда не падаю. Почему? Потому что вот эта линия внутри меня, проходящая через центр тяжести моего тела, она находится внутри моего тела. Но если я наклоняюсь вперед, то линия, проходящая через центр тяжести, выходит за пределы моего тела, и мне нужно сделать обязательно шаг, для того, чтобы не упасть. И когда я иду, это происходит в моей жизни постоянно. Я постоянно наклоняюсь, благодаря движению одной ноги, теряю равновесие, и выставляю ногу вперед, для того, чтобы сделать следующий шаг. То есть, ходя, просто-напросто ходя по земле, я каждое мгновение, вот эту опору из самого себя, перемещаю за пределы самого себя, и благодаря этому иду. Вот нечто подобное происходит с нашей верой. Пока у меня есть опора на себя, пока я думаю, что я не такой уж плохой человек, пока я думаю о том, что я никого не обидел, пока я думаю о том, что я не такой уж и плохой в глазах Божьих, в моей жизни нет веры. Но когда я вот эту точку опоры перемещу и посмотрю на самого себя глазами самого Бога, с точки зрения Священного Писания, в моей жизни произойдут великие изменения. Потому что я увижу себя не своими собственными глазами, я на жизнь свою посмотрю глазами Бога, через Слово Его. И тогда есть возможность для действия веры. Пусть нас в этом Господь благословит, чтобы мы не ставили опору внутри себя, не надеялись на свои силы, но чтобы наша надежда, наша уверенность и наше доверие было в Боге и в Слове Его. И второй аспект веры, о котором я хотел бы еще сказать несколько слов, это то, что вера, братья и сестры, это волевое решение. Мы с вами сотворены по образу и подобию Бога. Наше подобие Богу в том, что у нас есть разум, способность разумно воспринимать и понимать то, что вокруг нас происходит, анализировать. У нас есть воля, это способность наша принимать какие-то решения, и у нас есть чувство. Мы любим, мы радуемся, мы ненавидим, мы переживаем. В этом наше подобие Богу, в том, что у нас есть разум, воля, и у нас есть чувство. И вот вера должна затрагивать все три аспекта. Все начинается с разума, братья и сестры. У человека Священное Писание говорит «есть сердце». Но Писание, можно так сказать, говорит о том, что у человека есть два сердца. У нас есть сердце физическое, которое как насос качает кровь, и у нас есть сердце, где происходят все наши мыслительные процессы, где оно находится, братья и сестры? Оно находится вот здесь у нас, в голове. Здесь Бог поместил в оболочку наш разум, и здесь происходят наши мыслительные процессы. Поэтому, когда Господь говорит, что из сердца исходят источники жизни, это говорит о том, что из способности мыслить, в мышлении нашем исходят все источники жизни. И вот вера затрагивает разум, то есть Бог говорит через Слово Свое, обращается к нашему разуму, объясняет, если мы чего-то не понимаем, доказывает нам свою любовь, как говорит Священное Писание, убеждает, наставляет, вразумляет нас все это действие, происходящее с нашим разумом. Затем наш разум оказывает влияние на нашу волю, мы принимаем решение, и после принятого решения чувства наши подчиняются решению, принятому нами. В нашей жизни, я предполагаю, часто бывает наоборот. Человек сидит на собрании, человек слышит Слово Господне, может быть, отвлекается или думает о другом, и его разум не задействован. Затем из-за этого он не принимает никакого решения, а когда идет призыв к покаянию, когда идет, возможно, воздействие на его чувства, и это должно стать последней каплей или последним в принятии решения, то он ничего не чувствует и таким образом откладывает вопрос своего спасения или же остается человеком неуверенным в спасении, потому что он говорит, я ничего не чувствую, в моем сердце ничего не происходит. Но для того, чтобы почувствовать, для того, чтобы поверить, нужно проанализировать, нужно принять волевое решение и затем сделать шаг навстречу к Богу. Пусть же нас Господь, братья и сестры, в этом благословит. И возвращаясь к этому предположению о музее Библии, где каждому бы книге соответствовало какое-то здание, вот если предположить, что есть комната, в которую мы заходим, и это комната осуждения, где я должен почувствовать себя или узнать, или принять решение, что я являюсь грешником в глазах Божьих. Из этой комнаты выход, выход в следующую, в комнату оправдания. Но выйти из этой комнаты можно лишь только через одну дверь. И эта дверь открывается верой. Моим решением, которое я принимаю, осознав и поняв, что я являюсь грешником в глазах Божьих, я прошу Господи, я желаю Твоего оправдания. А после того, как я получил оправдание, опять-таки верой, вот этим ключиком, я открываю дверь в следующую комнату, и я попадаю в жизнь примирения с Богом, в жизнь освящения, в жизнь радости, в жизнь победы над грехом, жизнь блаженного пребывания в Иисусе Христе. И пусть нас Господь в этом благословит, братья и сестры, чтобы никто не остался в этой комнате осуждения. Как я уже сказал в начале, чтобы когда придет время поклониться Богу нашему, чтобы мы с вами были вместе с небесными, оставшись на этой земле до пришествия Иисуса Христа.